Мы кочевников племя, нам тысячи лет, Жили мы на земле, как недолгие гости, К острову уходили, и белые гости В молчаливых курганах нашей единственной святой. Обычный урок в республиканской гимназии Горно-Алтайска. Сюда съезжаются дети со всего края, Часто из самых отдаленных сел. Здесь они учатся и живут в интернате. Обычный урок, но не обычный учитель. Владимир Михайлович Моносов в республиканской гимназии работает 41 год. Здесь он преподает историю. Особое внимание уделяет Горному Алтаю, Его природе, живописи, литературе. Основное занятие свободное время, Открыть ученики зимой, охота. Алтайцы – особенный народ. Их мир населяют существа из легенд и преданий. Здесь, в Горном Алтае, такая тесная связь с рациональным, Что ты волей-неволей погружаешься в мир духов, шаманов, символов. Кажется, персонажи сказок живут рядом. Они какие-то родные, близкие. Оживает в легендах и природа. А она на Алтае удивительная. Здесь каждый знает, нельзя убивать морала и снежного барса. Вот про снежного барса. Вот мой дедушка, Белдош, Это в 30-х годах было, До войны все. Вот местности, Кебелю, Круг Кая, Синие скалы там, Тут Катуни, Тут скалы. Охотился там, На морала. Потом этого морала застрелил. Рогатый, говорит, Такой, Силь, Какие дела было к осени. Начал свежевать, Ну, снимать, Кур, Там, Выбаривать внутренности, Там, И, Горя, И вдруг, Ружья рядом было, Сашняковая, Двумя Сашняками, Терровое длинное ружье. Рядом ружье было, Спиной почувствовал что-то неладное, Как будто кто-то сзади смотрит, Пыстально, Или же к чему-то стало, Горд, Очень тревожно. Нож положил, И правой рукой взял ружье. Осталось только здесь, Икрок. Взял ружье, Успел. Потому что уже в воздухе летит. Лапы вот такие же, Потому что он же копки высыгнул. Хвост у него, Горд, Вот так шевелится хвостом, Крежный барж в прыжке, Как бы управляет своим полетом телом, Направо, налево, вверх, вниз. А хвост у баржа длинный такой вот. Ну, видимо, барж был голодный, И решил отнять, Скажем, Добычу мяса у деда. Его человека, Ну, если бы что получилось, Если бы дед вовремя не увидел, Он бы его просто ударом одной лапой, Не было бы. Он успел, Прямо снизу, Сюда как бы попал. И потом сразу, Горд, Стал кланяться в небо, Просить прошения в дух Алтай, Вот, Булки, Табуированный живот, Что будет. Все беды, Которые обрушились на семью Владимира Михайловича За последние сто лет, Они связывают с этой историей. Все потому, Что снежный барж, Священное животное их рода, Убивать которое нельзя. У каждого рода свой тотем. Морал, Волк, Медведь, Косуля. Здесь это принято знать, А еще нужно знать своих предков, До седьмого колена. Мой род, Я знаю, Что он произошел от волков, Молчица оберегает детей. Заветы предков священны, Как и их могила. Но вот здесь и возникает Серьезный внутренний конфликт. Как историк и археолог, Владимир Михайлович понимает, Что раскопки курганов Горного Алтая Необходимы, Иначе можно потерять бесценные Исторические данные. Но заветы предков говорят, Что тревожить могилы нельзя. Как быть? Все такие, Мерлота, Видимо, С изменением климата, Потепление идет, Мерлота тает. Все эти вещи, Бессценные артефакты, Будем бесследно исчезнуть. Не только для алтайцев, Скажем, Для россиян, Или для всего мира. Здесь могут бесследно исчезнуть. Поэтому надо эти курганы, Я так считаю, Некоторые курганы выборочно Надо все-таки раскопать, Раскапывать, изучать. Пока не поздно. Со своими учениками Владимир Михайлович изучает Историю родного края, Его ремесла, Легенды. Беречь и передавать дальше Следующим поколениям Знания о культуре своих далеких предков, Так он видит свою задачу. Его уроки живые, Настоящие. Они не всегда за партой. Ребята бывают в музеях И даже выезжают со своим учителем На раскопки. Владимир Михайлович не только находит живую историю под землей, Но и воссоздает ее своими руками. В этом же самом национальном музее Республики Алтай Многие экспонаты выполнены руками мастера. Детали костюмов воинов, Сбруи лошадей И даже головной убор знаменитой принцессы Укока Продуманы им и его учениками. Страшный или страстный любитель горного Алтая. Когда только нужно что-то сделать, Вот такую сложную, Тонкую резьбу какую-то, Какую-то вещь по золотой, Какую-то вещь древнюю, Всегда к Владимиру Михайловичу приходи, К Володе, Володя всегда безоткарно сделает. А вот мастерскую бы ему надо сделать. Он и на кухне делает, и в бане вырезает. Кстати, масса вещей, которые в нашем музее можно посмотреть. Он их собирал и передавал в музей. Здесь уникальнейшие вещи. Здесь вещи, которые известны вообще ученым. Благодаря леднику, захоронение, Которому много тысяч лет, Отлично сохранилось. Можно было даже разглядеть татуировку И следы одежды. Как же могла выглядеть при жизни Эта женщина из далекого прошлого? Эту загадку пытался разгадать С учениками Владимир Михайлович. Он вообще любит ставить такие задачи перед школьниками. Заставляет их задумываться, Сопоставлять, анализировать И даже оживлять историю. Я считаю то, что его уроки очень интересные. В них можно узнать много нового о культуре, Своей истории. Ведь таким и должен быть настоящий учитель истории. Любить свою родину. Прививать эту любовь новому поколению. Нельзя отбирать человека от его корней. Родная природа, легенды и сказки. История своего края и его ремесла. Все это наполняет человека с детства. Все это воспитывает в нем личность. История своего края и его ремесла.